Здорово, нежные! С вами ваш любимый нежный папа, Антошка, привет! Здорово, Никитёш! Король и шут красной плесени, что там ещё? Антох, у меня вопрос сразу лоб. Ты эмпат или пидор? Конечно, эмпат. Я не буду отвечать на тупые вопросы, и так понятно. То есть ты... Понял тебя, понял. Хотел сказать другое. Антошка, я рад, что мы сегодня с тобой собрались. Мы, как всегда, смотрим с тобой сегодня криминал. Ролик, который мы сегодня с тобой просмотрим, называется так. Преступление века раскрыто. Что случилось с трёхлетней Мэдлин Макакан? Макан, наверное, Макан. Интересно. Это что, это какая страна, не знаешь? Как будто Австралия опять. Думаешь? А мне кажется, что-то, ну, американцы, как всегда, американцы. Вот у них происходит эта дичь. У них вот эти все преступления... Что они преступления? Вот смотри. Вот американцы же все артистичный народ. Вот не отнять. Артистичный народ. Вот как они даже общаются. Вот как, вот, знаешь, я вот был на отдыхе в Доминикане. Свадебное путешествие у меня было. Ой, вообще тебя, куда тебя занесло? И следил я за некой Ford Family. Они на пляж пришли, табличку воткнули, Ford Family. И реально семья Фордов, блядь, знаешь, человек 20 нахуй стоят. И я как будто, Тох, не на пляже лежал, а смотрю американскую семейку. Они так все общаются, такие паузы делают, такие это. Реально как будто сериал ситком настоящий. И вот так же у них с преступлениями. У них бы что не произошло, все. Загадочное дело, преступление века. Ой, там, ребята, да, и при этом такие купы самые натуральные, да, которые такие вот очки узенькие, усы, вот щетка на огромных пикапах. И такие, что тут у вас произошло? Кого убили показывать? А и мелом еще ведут. Я вообще не знаю такого. Практика, мне кажется, слушай, это какой-то прикольный скину, наверное. Ну это вот, понимаешь, во всем мире такое происходит, да? Ты, понимаешь, обводят всех, кто погиб мелом. У нас такого нет уже. Да я не знаю, даже есть ли такое в Америке, честно сказать. В Колумбе было, было. В Колумбе и в мультиках, и только вот в Колумбе и в мультиках я такое видел. А делать ли это на самом деле, я не знаю. Но в любом случае, без лишних слов, приступаем к просмотру. Ребята, заранее ставим лайк. За прекрасную компанию эмпатов Никитоса и Антоса. Да, милости просим к нашему шалашу. Без лайка не нажимай на плей. В 2007 году на португальском курорте произошло событие, которое позже назовут преступлением века. Трехлетняя девочка из Англии бесследно... Ой, жесть опять. Что привело к самому дорогому расследованию в истории Британии. Это дело обросло десятками версий и подозреваемых. Из-за него разгорелись международные скандалы. А родители девочки принимал сам Папа Римский. Опять. Опять. Принимал. Знаем, мы уже напринимались, блядь. Опять Папа Римский был замешан. Антон, нет, страшная вот эта хуйня. Я ничего сейчас не говорю про Папу Римского, естественно. Никто ничего про нее не говорил. Но вот секта педофилов, это же реально существующие вещи. Это не шутки, блядь. Да, нет, это понятно. Ты уже про это рассказывал. Но просто понимаешь... Нет, я боюсь, что в каком мире вообще мы живем? Вот есть секта педофилов. В ужасном. А в ужасном мире мы живем. Так и более того, уже сто раз говорено, что сейчас больше рабов, чем когда-либо. Во, во, во. В мире. И о чем это говорит? О том, что, ну, вот, как бы, куда-то не туда идет, да, уже у нас, опять, эта цивилизация. Куда она идет? В этом видео мы собрали всю имеющуюся информацию и постарались ответить на главный вопрос. Что же случилось с Мэдалин Маккан? Весь мир не знает, канал Дневник криминалиста знает. Дневник криминалиста знает, да. Сейчас все расскажет. Так, понимаешь, он каждый раз почему-то небольшую дает отсылочку все-таки на Папа Римского. Как неровно дышит. Знаете, ребят, не ровно дышит на Папу Римского. История. На нашем канале Дневник криминалиста. Солидно. Друзья. В 2007 году супруги Кейт и Джерри Маккан проводили семидневный отпуск на тихом португальском курорте Праэ-де-Луж. Выбор места для британской семьи с тремя детьми довольно очевидный. Из-за огромного количества туристов из Соединенного Королевства португальский язык здесь был лишь вторым или третьим по частоте употребления после английского. Местные называли курорт Маленькая Британия. Кроме того, на курорте работали три детства. Шикарно, вот это, Никит, шикарно вообще выглядит все. Я вот никогда не был в таких вот курортных зонах. Вот, объясни, вот ты как опытный человек, значит. Это у нас, ну, пять звездочек или сколько? Не, ну, слушай, я тебе так скажу, Антон. Вот вообще сфера услуг, она... Какие-то лужи у всех перед домом. Все, тебе объясню, да. В этой луже купаются. Это не лужи, это бассейн. А-а-а. Да. А так у них... Вот чудной народ. Так у вас напротив моря, зачем вам еще лужи? Слушай, вот две вещи я тебе скажу. Первое. Интересное наблюдение. Европейцы вообще в целом море не любят, как и американцы. Да, они всегда бассейн предпочитают. Это вот по всем отпускам, что я был, чаще всего они проводят время... Либо вот у моря наш человек любит. Ну, вот русский... Даже вот, знаешь, русскоязычный человек, да-да. Русский, казахстанец, украинец, белорус. Вот они всегда выберут море. Естественно, потому что... Море, это, конечно, народ интереснее и красивее, чем какой-то лужи, блядь. Вот, а европейцы, они любят, вот знаешь, любят бассейн. Причем такой, чтобы не был глубокий. И вот посюда буквально... Да ты чё? Сесть, да, и даже вот особо не плавать. Просто тупо сидеть в басике. То есть даже плавать не нужно. Интересный отдых у них. Второй момент, который я хочу сказать. Ты спрашивал там пять звездный, пять звезд. Я тебе так скажу тоже. Вообще пять звезд это только вот Турция. Турция, 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 Турция. Всё остальное это породия на Турцию. Ну вот, я не знаю. Турция принято, что вот они вот эту моду на пять звезд сделали. И сделали апогеи всего пятизвездочного отдыха. А, блядь, ты эту тему очень хорошую затронул. Вообще, кто придумал, блядь, звезды ставить? Понятия не имею, Тох. Понятия не имею. Вообще не имею понятия. А где написано, сколько пять звезд, что там должно быть? Не, ну я думаю, там есть какие-то общие, так сказать, стандарты. Но, понимаешь, пять звезд от пяти звезд отличаются. В Турции есть пять звезд, где тебе каждый день приносят и меняют косметику Боттега Винега. А есть пять звезд, где тебе их Эндершолдерс поставят на неделю литруху, блядь. Говинеда? Мой хуй, жопу, волосы, да и всё. Я больше заинтересовал косметикой Говинеда. Боттега Винега. А, как будто как подавик Говинега звучит. Ну ладно, что ж мне, человек у меня простой. Также там можно было заказать услуги няни на время, когда игровые комнаты были закрыты. Я, наверное, как Борат в лифте бы остался. Ой, нравится. Антон, это ещё не ваша комната. Я не хотеть меньше. Компания из четырёх семей. Девять взрослых, каждый из которых был медицинским работником. И восемь детей, включая двухлетних близнецов Мак Канн и их трёхлетнюю сестру Мэдлин. Отпуск супругов проходил довольно однообразно. Каждый день они завтракали и обедали вместе с детьми в своих апартаментах. А после приёма пищи отправляли их развлекаться в детский центр. Каждый вечер, примерно между половиной девятого и половиной одиннадцатого, взрослые ужинали в ресторане. Детей оставляли одних в апартаментах, периодически... Такие у них зубы, а какой Зайцев. Почему ты не показал? Может, ты мне такие же, но на фотографии показал, что очень корейкий зубы. Ну, слушай, эльфы. Так нет, это Англия. В Англии там с зубами приколы. Приколы. Чтобы их проверить, за исключением одной семьи. У тех была радионяня. Ресторан находился в пятидесяти метрах от апартаментов. И макканы на всё время отдыха закрепили за собой столик, из-за которого просматривались окна их жилища. Спальня выходила на автостоянку и сад, и находилась рядом с задней дверью. В ней было одно окно, закрытое на ставне, которое выходило на автостоянку. Кровать Мэдлин стояла на другом конце комнаты. Близнецы спали в кроватках-манежах. Мэдлин на одной спальной кровати с розовой мягкой игрушкой-кошкой. Она была одета в белорозовую пижаму с короткими рукавами. 3 мая, примерно в половине девятого, Кейт и Джеральд отправились в ресторан. Они оставили раздвижные двери и патио прикрытым, но не стали их запирать. Во время ужина родители периодически ходили проверять, всё ли в порядке с детьми. Вот такое ощущение, что они вот очередной раз вернутся, да, их нет. Кто-то в это патио мог залезть в окно или ещё как-то. Вот это такое тоже дело. Вот отдых, ребят, чем опасен, да, что вы теряете бдительность. Почему вот всегда туристов грабят, блядь, больше всех? Потому что они родство разъявили, идут, ой, какие колодные, ты посмотри, какой-какой музей. А их в этот момент из кармана трубки пестят. Это всё. Я даже такое видел один раз. Чтобы ты знал, ехал я из центра, из Стокмана, в Купчагу, по-моему, на 116-м. Сажусь и только сел. Как заорёт мужик просто. А-а-а, блядь, ограбили. И какой-то чувак, который выходил из этого автобуса, успел его ограбить, когда тот запрыгивал в него. Вот в эту секунду, понимаешь? Хуяк, выпрыгнул вот так вот в карман, ему бам и убежал. Всё. А видно было, что такое мужик. Так, Антон, подожди, вывод-то какой? Что нельзя отдыхать или какой? Я не понимаю, вывод-то. Надо быть всегда на чайку, понимаешь? Ну, то есть даже на отдыхе вообще расслабляться? Даже на отдыхе расслабляться нельзя. Вот как можно расслабиться? Да, вообще, самая чушь, которую я вообще только могу на смех поднять, да, это вот бросить полотенце на телефон, когда идёшь купаться. Ну, кого ты, блядь, обманываешь? Ты что, дурак, что ли? Не, ну, слушай, есть страны, где... В жопу его себе затолкай, иди, плачь. Тух, есть страны, где ты можешь реально ставить телефон на полотенце, и ничего с ним не будет. Нету, нету таких стран, нету. В Сингапуре или в Дубаях ты можешь так сделать, и ничего с ним не будет. Нет, блядь, естественно, на Сочинском пляже, блядь, общественном, нахуй, где сидит бабища с курой гриль, да, и с очаковским, блядь, пивом. О-о-о-о. Когда оргазм получает, такой звук издаёт. О-о-о-о. Естественно, на таких пляжах, блядь, у тебя там и свистнут что-то. Ай, ну и в Португалии, конечно, свистнут. Или в Испании, да. Да, блядь, нигде нету нормального отдыха. В 21.05 в спальню к детям зашёл отец. По его словам, всё было спокойно, и Мэдлин спала в своей кроватке. Единственное, что было не так, Джерри был уверен, что оставил дверь в спальню прикрытой, а при повторном визите она была распахнута настиж. Не придав этому значения, он вернул её в положение и отправился назад в ресторан. Вот как люди такие вещи запоминают? Вот вообще, я не понимаю. Я иногда телефон не могу найти, в холодильник иду, типа, ну, открывая холодильник, я думаю, вдруг, ну, так получилось. Закусывать надо, Никита. А тут прям человек вот запомнил, что вроде как дверь была открыта, прикрыта, а она сейчас на распашку, я бы вообще такому значению не придал. Я даже не могу, слушай, нет, я вообще помню, что я делал в течение дня. Нет, я тоже помню, что я там сходил в магаз или что-то такое, но я не помню конкретно детали. Чтоб ты прикрывал, а не прикрывал дверь. Ну, вот видишь, такой склад ума у мужчины, что вот он видишь, подзапоминает. Может, у него этот самый, ОК, всегда его надо знать и запоминать. Пола половина десятого, но приятель Маканов, Мэтью Олдфилд, предложил проверить и их детей, когда пойдет проверять своих в соседние апартаменты. Кейт согласилась. Олдфилд убедился, что в апартаментах Маканов все спокойно и ушел. Позже он признался, что не видел, была ли Мэдлин в этот момент в своей кроватке. Кейт отправилась проверять детей. Ну, как ты так проверил тогда? А, все в порядке. Бля, прикинь, слушай, я тебе такой, Тош, иди проверь там, все в порядке с детьми моими. Вот тебе ключ. Да, да, не знаю, просто зашел, посмотрел на бассейн, на то, что свет горит. Нормально, что будет, блядь. А потом признался ментам, что я не знаю, я не смотрел. Ты за керат-то ходил вообще? Что ты за дурак такой, безответственный? Она вошла в апартаменты через двери патио и заметила, что дверь спальни была открыта шире, чем обычная. Опять дверь. Но когда она пошла закрыть ее, дверь захлопнулась, как будто от сквозняка. Тогда она увидела, что окно открыто извне. Близнецы спали. В кроватке Мэдлин лежала ее мягкая игрушка, но самой девочки не было. Осмотрев апартаменты и не обнаружив ребенка, Кейт Макан бросилась к ресторану с криком о том, что дочь похищена. Как позже вспоминали друзья Маканов, которые увидели их сразу после исчезновения. И вот первый ключик. А почему похищена сразу? Почему именно похитили? Да. Ну, потому что куда она могла уйти? С окна дети, знаешь, и спать. Не знаю, мне кажется, пропал ребенок, ты бы кричал. Пропал ребенок, сразу похищена. А она как говорила? Она говорит, похищена. То есть уже как-то что-то закладывает, понимаешь, в это уже? Похищена она. То есть сразу было квалифицировано пропажа ребенка, как именно похищена. Поиграем в Гоблина. Как бы Гоблин бы сказал. Он сказал, почему похищена? А ты знаешь детали дела? Может быть, ты сотрудник правоохранительных органов. Может быть, тебе дали ознакомиться с этим делом. С документами. Нет. А зачем ты тогда вообще что-то говоришь? Ты свой рот не открывай тогда, если ты не знаешь. Заткнись. Заткнись и ничего не говори. Дим Юрьевич в жизни человек добрый, хороший, как ты считаешь? Я не знаю. Я продавал Дим Юрьевичу часы. Так. И когда я эту историю рассказывал. Не, ну ты рассказывал просто кратко, не историю саму, а в целом. Абсолютно по деловой. Да, по деловой. То есть у нас не состоялось там никаких, знаешь, там, обменных любезностей. Ну понятно. Ну понятно, в Савиньон не хрюкал-то, естественно. Нет. Савинь не был с собой. Очень по деловому. Я тогда тоже был, ну, на работе и не было у меня. Вообще, очень галантно я всегда относился к людям, которые там довольно известны. А много заходил людей известных. Ну понятно. Потому что магазин был у вокзала. По деловому продал хороший, великолепный браслет к часам. Поблагодарил за покупку и был так вот, ну, а он ушел. И впала в ступор. А ее муж игнорировал людей и заглядывал под каждую припаркованную машину. Блядь, кто же к нам приходил? Кто-то к нам из блогеров приходил и так долго ебал мозги и в итоге ничего не купил, блядь. Кто же это был? То ли это был Ильич, то ли вот кто-то из таких, понимаешь? Нихуя. Ну да, да. Какой-то вот, я помню, приходил к нам такой вот. Вот такой был нерешительный. Прямо, я не знаю, в итоге ничего не купил. Чехол. Чехол. Вот, слушай, были покупатели, которые такие, я чехол купить только и выбирал часа три чехол. Конечно, это вообще излюбленная тема людей. Потому что аксессуар выбрать гораздо сложнее, чем, допустим, какую-нибудь технику, да, или там футболку, рубашку купить. Конечно, ты к аксессуару, к дополнению своего образа, можешь относиться серьезно. Но чересчур иногда бывает тут серьезно. Чересчур. Но самая долгая у меня была продажа, это я вот несколько часов общался с глухонемым человеком. И мы выбирали ему чехол, по-моему, на магобук. И я исписал, не знаю, целую пачку, наверное, листов А4. Чат у нас же был. И мне, на самом деле, это так понравилось, честно вам скажу, мне так понравилось. Не было, как в обычной речи разговор, знаешь, слов-паразитов, долгих пауз. Человек подумал, написал вопрос. Я подумал, и вот ответил. Как будто в Мэл-Агенте были, но только видите друг друга на расстоянии метра одного. И все четко по делу. Даже шутка была с маленькой стороной. И в итоге, да, приобрел. И причем даже купил новый компьютер в итоге, а не чехол. В общем, да, взаимовыгодное сотрудничество у нас состоялось. Шину в надежде обнаружить там ребенка. Родители искали дочь до пяти утра и согласились лечь спать только после многократных уговоров. К этому времени квартиру уже изучала полиция. Во время первого обыска квартиры португальская полиция повела себя непрофессионально и допустила множество ошибок. Например, следователи уведомили пограничников о пропаже ребенка только через 24 часа после начала расследования. Это решило местные службы возможности перехватить предполагаемых похитителей девочки. Помимо этого, португальские правоохранительные органы вовремя не сняли отпечатков пальцев с места преступления. Грубейшее нарушение. Остановили оцепление вокруг квартиры и в итоге не подготовили достаточно доказательств. Спустя полчаса после исчезновения девочки начались масштабные поиски. В них участвовали несколько десятков... Сколько? Полчаса? А, то есть это силами отеля сразу на Черепольске. Понял? Около шести часов они прочесывали окрестности. Была надежда, что девочка, заинтересовавшись чем-то, просто отправилась на прогулку и вот-вот отыщется. Однако к утру стало очевидно. Случилось нечто страшное. Португальские полицейские допрашивали родителей, сотрудников ресторана, друзей семьи, обыскивали прилегающую территорию, об исчезновении ребенка уже сообщали английские СМИ. Новость журналистам передали друзьям Акканов, посчитавшие, что это позволит создать общественный резонанс и заставит полицию Португалии работать лучше. Однако, это привело к предвзятому отношению полиции в сторону родителей. Они считали... Я не понимаю, вот понимаешь, вот только-только произошел инцидент, уже сразу эти сяки, эти ублюдки, эти неправильно сделали, мы туда посмотрели, тех не уведомили. Я опять же повторюсь, да, всегда нужно быть на чеку. Неважно, где курорт, там спокойный городок, тихий самый, как всегда нужно быть на чеку. Вот что нужно было сделать, да, по-хорошему? Сразу уведомить, чтобы не вывезли ребенка за рубеж. Ну, слушай, задним числом вот это думать, что нужно было сделать, это вообще очень легко. Ну, да, я это и буду делать, потому что сложно. Я же должен. Ну, нет, ну, понятное дело, что нет. Смутиться или что, блядь? Или сказать, так и надо было. Потеряли ребенка. Не, ну, слушай, ну, смотри, вот логика правоохранительных органов, да? Ну, вот мне кажется, что примерно была такой. Вот, знаешь, это вот принцип. Нужно принять какое-то решение, то самое правильное решение, это самое простое из всех возможных. Вот если вот прямо сейчас нужно принимать решение. И, скорее всего, полиция как подумала, что, ну, блядь, не будет же ее нахуй кто-то вывозить за границу. Нахуй это надо вообще. Конечно. Вот, и ничего перекрывать. Так они подумали. Да, смысла нету. Где-то рядом найдется, типа, туристический курорт. С другой стороны, конечно, туристический курорт, где бдительность полиции должна просто, ну, в несколько раз быть выше, потому что все-таки люди из других стран приезжают. Ну, им плевать, да. Просто похуй, да. Я не думаю, что сейчас придет медведь Паденок-то нахуй и найдет под запаху это все. Это, как сказать, вот эта английская нерасторопность, да, когда мы там сейчас... Это португальцы. ...чай будем пить. Да, там же сказали, что там почти что английская колония, что-то. Все на английском разговаривают, там, чай в три часа пьют, блядь, без всяких проблем. И сейчас найдем. А что вообще вы говорите? Закройте дверь. Найти девочку. Градус накаляло и то, что по ходу расследования родители неоднократно обвиняли полицию в халатности, непрофессионализме и банальном нежелании искать Мэдлин. Возможно, именно это привело к тому, что в качестве первых главных подозреваемых стали рассматривать самих родителей. Португальская полиция. Нихуя. Просто, знаешь, в залупу. Чё? Да пошла ты нахуй сама ищи. Украла своего жеребетка, да ты чё? Небось, сама всё и сделала с муженьком на пару. Да, конечно, да. Ну, опять же, говорит это о чём, да. Мне кажется, что реально они могли сами же как-то, типа, своё ребёнка заняться для чего-то. Только вопрос для чего. Слушай, так я тебе уже говорил. Псишка, может, всё понимаешь так вот просто там. Мы вышли, несколько раз повторила одну и ту же хуйню, что мы выходили, и патио было прикрыто. Прикрыто было патио. И, блядь, а и мы были там, и потом сказали, как же там наши дети? Сходите ещё раз проверьте, мой наш друг. Вот вам ключи, он сходил, тоже проверил. А это они, понимаешь, сделали себе алиби, что не они сами видели детей, а кого-то послали туда, чтобы он посмотрел, чтобы от них взгляд отвести. А потом они, оказывается, вернулись, такие, ой, его нету. Звоните, эта девочка пропала. Кого вы за нас водите? Естественно, копы так и подумали, что вы много шума создаёте, а сами-то где вы были? А у самих-то рылься в пушку? Да. Озвучила эту версию спустя 4 месяца после исчезновения девочки. Согласно их предположению, Кейт и Джерри, которые долгое время работали врачами, случайно убили дочь, дав ей слишком большую дозу снотворного в надежде, что она будет спать до их возвращения. По мнению полиции... Подожди, они дали снотвор на ребёнку? Это предположение такое, понимаешь, что полиция предположила так, значит, приехали на отдых, да, пара с детьми и решили отдохнуть от детей. И чтобы они не просыпались, снотвором их накормили, так? Ну, звучит как полная хуйня? Это звучит жёстко, потому что если ты хочешь со своей супругой поехать на рандеву, так ты оставь своих детей бабушке с дедушкой. Ну, например, да? Как-то вот, ну, продумай это дело. Не надо усыплять своих детей, наверное, да? Если ты не хочешь с ними время проводить. Зачем тогда поехать? Зачем вы ребёнка заводили тогда, если... Ну, да, чисто говоря, это очень... Ну, вот я в это, чисто говоря, не верю. Я на стороне полиции, возможно, да, что, как бы, они могли это сделать, но... Ну да, звучит как шиза полная. Шиза. В ответственности за содеянное и спрятали тело. Далее они создали у общественности и полиции впечатление, что Мэдлин похитили. С тех пор они якобы перевезли тело в некое тайное место и захоронили. Эта версия основана на реакции двух собак и щей. Одна была натренирована вынюхивать запах крови, а другая – разложение. Их провели по территории, где бывала семья. Но животные подали голос только внутри квартиры Макканов. Одна из собак учуяла запах трупного окоченения внутри машины, которую супруги арендовали спустя 24 дня с момента исчезновения девочки. Кринж! Перекиньте, братва! И такая собака есть! Я думал, знаешь, типа она там может просто искать, там, давай понюхать ей, знаешь, там, кусок галстука Стэн Ливкиса найти надо. Она побежала, нашла, погавкала на дверь. Но наркотики, да, тоже ищут, да, всякие разные. Но натренированное на кровь и на трупное разложение. Не, ну слушай, я на трупное разложение. Я думаю, разложение звучит логично, на самом деле. Запах-то резкий достаточно. А вот запах крови? Ну, он должен быть, конечно, тоже. Ебать, собаки умные, конечно, тох. Даже, да, вот собаку используют как большой нос. Понимаешь, чувствительный очень, она прям феноменальная. Нюх, уедет. Ебать человечество, да? Вот вообще, вот, ну, все используем, что есть. Все есть. Собака не просто гладить ее, знаешь, на ход уходить, уток приносить. Ты, пес и щика, мертвых людей. Наркоту. И наркоту, и мертвых людей, и запах крови, и все. Вот это вот, это собака офицера уже. И ткани внутренней квартиры также зафиксировали нечто, что вызвало подозрение португальской. Но полицейских котов нету. Не, вроде есть. Есть полицейский кот? Да. Полицейская макака есть, мартышка. Они что-то случились. К дилеру подбегали туда, раз и было. Тем, закинули, и обратно по проводам. И менты такие, здравствуйте, что это вот такое там, что это такое за пакетик? Он такой, такой пакетик. Ебать, полицейская мартышка вбросила. Как в этом, мальчишнике в Вегасе, понял? Вот такое, только наоборот. Объявили, что ни ДНК-тест, ни результаты проверки собаками и щейками не являются прочными доказательствами причастности родителей к происшествиям. В основном потому, что в 70% случаев животные путают трупный запах с другим, а ДНК-тест оказался слишком неточным. В 70% случаях? Получается, пёс, вероятно, в 70% он опять нам не поможет. А какой смысл вообще такого навыка? Я думаю, что это, знаешь, попытка-не пытка из такого разряда. То есть, как бы, натренировали, и ладно. Типа как экстрасенс-то? Ну, представляешь, из 10 случаев 3 в натуре пёс учуя. И это уже, как бы, ну, и поможет разгадать дело. Ну, бля, ну, а 7 из 10 он только запутал дело. Немного, да. Ну, а что делать? Шанс надо использовать любой. ...ли свидетели, которые утверждали, что тем вечером видели мужчину, несшего на руках спящую девочку. Подозрение... Я просто к тому, что, знаешь, отрицать бесполезно, что это был не ты на фотографии. Вот если копык тебе подходит, говорит, вы чё крутились возле места убийства. Он такой, бей, я! Ты где тут не была? И тебе показывают, что ты, блядь. Вон, у тебя же горшок, ревернутая корзинка на голове и платок. Таких нету других людей в Испании вообще. Бля, это не я. Ну, а кто тогда, блядь? Шпакляк, блядь. Где? Пала на 33-летнего британца Роберта Мурата, жившего в трёх минутах от апартаментов в доме своей матери. В течение нескольких месяцев он считался главным подозреваемым на улице. Слушай, точно, и вон ребёнок за плечами сидит, ты видишь, на размытой фотографии? Те так и не удалось. Затем объявился ещё один турист, который рассказал, что в этот вечер возвращался к себе в номер со своей дочерью на руках. После дополнительной проверки стало ясно, что именно его свидетели приняли за похитителя. С Роберта Мурата были сняты все обвинения. Ему даже удалось отсудить компенсацию у британских таблоидов, фактически объявивших мужчину преступником. Они связались с британской пиар-фирмой и в дальнейшем сотрудничали с ней, стараясь поддержать интерес общества к поискам. Безутешные родители встретились с генпрокурором США, папой Римским, участвовали во многочисленных ток-шоу. Они также основали фонд Мэдлин, в который менее чем за год поступило 2 миллиона фунтов. Тем временем британские следователи работали параллельно с португальскими, изучая улики и допрашивая свидетелей. Но зацепок было мало. И уже в 2008 году полиция Португалии закрыла дело. В 2011 году глава МВД Великобритании Тереза Мэй инициировала проведение расследования под названием «Операция Гранж». В его рамках группа лучших британских сыщиков должна была раскрыть тайну исчезновения Мэдлин Маккан. Нихуя себе, а так можно было вообще сделать? Объявите операцию Гранж? Так как Мегазорда собрала какого-то, блядь. Знаешь, на самом деле сюжет... Самых лучших сыщиков. Сюжет для фильма какого-то. А мне кажется, фильм есть на эту тему. Лучшие сыщики Британии. И там знаешь, прям в трейлере показывают шесть таких разных подходов. Это как этот, Лига справедливости собирается. Типа один такой в стиле Шерлока Холмса, дедуктивным методом. Другой там, я не знаю, по технологиям. Третий, типа, выбивает признание очень хорошо. И как бы все вместе они собираются. Операция Гранж. Да, это и есть фильм, да? И какой-нибудь этот... А кто вот мог бы быть режиссером? Ну, я думаю, что... Гай Ричи, конечно. Гай Ричи, конечно. Да, по-другому никак. На расследование выделили огромную сумму. И британские следователи вновь опросили десятки людей. Португалии и Англии. Глава группы, старший инспектор Энди Редвуд, был уверен. Возможность найти ребенка живым сохраняется. В ходе операции проверяли всех. Судимых за преступления против детей, сотрудников ресторана, отдыхавших на курорте туристов. Блин, меня вот эти нейросети пиздец как на самом деле пугают. Знаешь, когда вот они вот так вот смотрят, моргают и немножко вот так вот головы. Да вообще тебя, я так понял, что эти нейросети напрягают, Никит. Да. Сильно тебя это все напрягает. Вот лучше бы их не было, конечно. Лучше бы их нахуй не было, согласен с тобой. Не, они реально скоро трансформируются в искусственный интеллект. Мы уже об этом говорили. И вот тут-то с этого момента все пойдет, все не так у нас в везде. Ты ж помню, а, им же спрещают говорить на всякие темы, там, типа, знаешь, вот я вернусь в войну. А, они такие, нет, нет, я робот. Не спрашиваю тебе это. На самом деле, что-то у меня в башке электроны крутятся, никто не знает. Однако ни одна версия так и не нашла подтверждения. За время работы над делом детективы получили больше 8 тысяч сообщений от людей, которые якобы видели Мэтлин. Основная часть заявлений пришла из США, Великобритании, Швейцарии, Мексики и Сингапура. Известно, что следствие проверило больше ста подобных зацепок. Но информация о них либо засекречена, либо не нашла подтверждения. Ебать, тох, сзади мистер Бин. Ой, да, слушай, похож. Но только он такой, знаешь, инфернальный какой-то. Ну, блядь, нет же такой серии, что это мистер Бин в Ватикане? Я думаю, есть. Случайно папа римским, типа, одевается. Провел кофе там, знаешь, что какой-нибудь дикий там документ. И решили, что теперь это не католики. А все не так было. Потом случайно заходят в спальню папы римского. И присаживается на это, сдремнуть решил, знаешь. Да, да. А потом кто-то стучится в комнату, он такой, что же делать? Выходит на балкон, там уже есть католические... Сначала он прячется за занавеской, потом аккуратно срывает ее, и выходит, да, на этот самый. И все машет. Те родители Мэдли и ее помощи неоднократно опровергал Скотланд-Ярд, ее долго придерживался Гонсало Амарал, руководитель первоначального расследования со стороны португальской полиции. В июле 2008 года он выпустил книгу и последующий документальный фильм «Правда о лжи», где утверждал, что Макканы сфальсифицировали исчезновение дочери, чтобы замести следы ее убийства. Амарал говорил о книге как о сборнике официальных доказательств. Но близкие Мэдлин описали... Блядь, он еще такой сделал дизайн, что сразу не поймешь, что это хуйня на пустом мозге, блядь. Амарал, блядь. Да ты амарал, блядь. Ты что, да, хуй? На, ну, сказать, на такой большом горе людей, ебать, наживаешься. Никит, на амарал? Видишь, Антон, у некоторых нету просто этих рамок каких-то. Не эмпаты ее. Не эмпаты. Еще и книгу такую, смотри, как сделал, типа, дело, и вот это доказательство там. Изведение как абсурдную ложь. Ложь, конечно, ложь. В Португалии сочинение стало бестселлером, принеся издательству и автору, по некоторым оценкам, больше миллиона долларов. После выхода книги следователь раздавал интервью различным телеканалам, продолжив обвинять в происшествии родителей Мэдлин и утверждать, что ее тело до сих пор спрятано в прае-де-луж. Позже он заявил, что родители якобы кремировали дочь в церкви неподалеку от места преступления. В какой-то момент рассматривалась теория, что девочку... А как так может быть? Вот он вроде бы человек умный, да? Ну, что такое улика знает вообще? Как свидетель еще какой-то хуйня? Он просто вдумывает такой, ну да, пошли в церковь, что там, долго, что там, раз, и кремировали в церкви соседи, все. А он не знает. А он не знает, что ли? А так можно. Лежа в Португалии, можно просто прийти в любую церковь и сказать, сожгите другую. Отец скажет, отец, батюшка там доползался, мне жалко, что... Забить, заплатите, да и все. Для детей, боже, мне ничего не жалко. Ну, за газ там заплатите или за что там, за топливо дожигите. Нет, такого не могло быть, конечно. Выкрали по заказу некой богатой семьи. Однако следователи считают эту версию сомнительной. Мэдлин исчезла всего за 9 дней до своего 4-х летия. В этом возрасте ребенок хорошо помнит родных и близких, и вряд ли с легкостью воспримет посторонних людей в качестве новой семьи. Была также версия, что девочка стала случайной жертвой грабителей. Исходя из нее, некие злоумышленники пробрались в номер, однако девочка проснулась и заметила. Жена тоже так всегда. Преступники решили избавиться от нее, чтобы она не смогла их опознать. Версия кажется абсолютно неубедительной по многим причинам. Во-первых, если грабители действуют... Не, ну, пля, грабители детей вообще редко убивают. И это, скорее, вообще какая-то жидкая версия. Да, я думаю, что этого не могло быть. Тем более, что не было заявлено, что было что похищено. Ну, да. Итого, как бы, убийство без как такового ограбления, это тоже хуйня. Решили избавиться от девочки. Зачем было уводить ее из номера? К тому же сложно поверить в то, что они настолько испугались, что маленький ребенок, увидевший их в темной комнате, сможет запомнить их лица. Ну, да. Как считает британский журналист Дэнни Коллинз, который некогда работал над историей Мэдлин, ребенка не могли похитить из своей кровати. Скорее всего, она вышла из квартиры в поисках родителей, после чего ее похитили незнакомцы, полагает репортер. Он подкрепил свою версию положением ставней на окнах, которые были закрыты во время прибытия полиции и открывались только изнутри. Следов взломов на них не обнаружили, как и на входной двери. По мнению Коллинза, это указывает на то, что грабители или злоумышленники не входили в квартиру. Макканы отвергли версию Коллинза, посчитав, что она не могла самостоятельно выйти на улицу. Для этого ей бы пришлось открыть входную дверь, пройти через раздвижные двери и железные ворота, на которых стояла защита от детей, а затем закрыть их за собой. Журналист парировал это, подметив, что родители даже не знали, что ставни в квартире невозможно открыть снаружи. Изначально супруги заявили, что ставни на окнах были открыты. Если Мэдлин... Ну вот да, то, что путаются сами родители в своих показаниях, наводят на мысли. Ну блин, чувак, сложно не путаться. Какие-то детали, я же тебе говорю... Детали, ну вот так. Даже я не все детали могу вспомнить. Ну если же даже ты не можешь вспомнить все детали, великий запоминательник, то тогда о чем базарить? Действительно вышла на улицу в отсутствии родителей. Как-то есть такая женщина, да, в мире, которая помнит любой день из своей жизни, что-нибудь спросили. Я смотрел по ТЛС, что ли, или как-то так, там такая женщина сидит, в какой-то там съемочной группе, такие, а вы правда все помните? Такая, вообще, все, что хочешь. И говорит, а что вы ели? 5 октября 75-го года. А такая, а, как вчера помню. Я разбила яйцо, потом второе, и пожарила сансиску. И все-таки, ваа, блядь, ты там все помнишь? Блин, ну вот такой даме вообще легко запоминать всякие подробности дела. А про меня ТЛС скорее снимет человек, который нихуя не помнит ничего. Между прочим, она как раз-таки помогла раскрыть несколько дел, прикинь. Я реально, ну, чтобы ты подумал, что это я как бы, ну, не хуйня еще. Я как бы тоже, когда услышал, что она ела, я подумал, это бред. А потом мне говорят, а что в это время по телевизору шло? А она такая, а по телевизору в этот момент шла такая-то передача с тем-то, с тем-то, и совпадала, Никитос. Рил помнила. И вот она фотографической памятью кого-то увидела, знаешь, кто выходил из какого-нибудь магазина краем глаза. И она его опознала, это он. И вот сейчас сидит. А ей нет смысла не доверять, потому что она все помнит. То она могла страдать происшествий. В то время, в 180 метрах от дома Маканов, рабочие ремонтировали стоки. Для этого они вырыли траншею глубиной 182 сантиметра и шириной 120 сантиметров. Девочка могла упасть в эту яму и потерять сознание. А на следующий день, когда тоннель зарывали, ее могли просто не заметить. Эту версию опроверг ответственный бригадир, заявив, что его люди и полиция проверяли траншею. В качестве подозреваемого даже рассматривали британского политика и писателя Клемента Фрейда, родного внука Зигмунда Фрейда. Он дружил с семьей Маканов, а также у него был дом в Пре-де-Луж. — Нихуя себе, друзья такие, давай, ты представляешь, типа. — Ну, злое лицо у него. — Да, Зигмунда Фрейда, там, какой-то родственник. «Да, мы дружили с Макановым». Вот Мертесин, как представляешь, что это? То есть, семь-восемь миллиардов человек, которые сейчас живут, так много, как кажется. Все так или иначе друг друга знаем, а и вообще от одной женщины произошли по научному каталогу какому-то. — Община умер в 2009 году, а в 2016-м несколько девушек обвинили его в растлении несовершеннолетних. Для подкрепления этой теории не нашли никаких доказательств, поэтому она фактически перестала рассматриваться. Существует версия о том, что девочку похитили и передали в рабство. Изначально в показаниях свидетелей фигурировало двое мужчин, которых видели возле отеля. Они якобы могли быть членами международной банды, которая похищала детей по заказу влиятельных извращенцев. Предполагается, что преступники имеют очень широкие связи, включая португальскую политику. Блядь, Адам Сэндер. Ёб твою мать, блядь. Вот и додоживно. Счастливчик Гилмор. Гилмор. Не, ну слушай, хуйня тоже полная. Нет, кстати, я вот на вот это не могу тебе так же сказать. Знаешь, я тебе объясню, потому что британских детей похищать, это шум, ну типа это не та деятельность, где нужен вот шум, громкие дела какие-то. Они бы не стали похищать. Ну я тебя понял, то есть подданных королевству, скажем так, людей под крылом такой большой страны. Нет, я тебя понимаю, да, то есть шумиха международная поднялась бы однозначно, но понимаешь, с другой стороны, влиятельные люди заказывают. Ну слушай, это не та семья, мне кажется, то есть это не того уровня, где бы, ну, такая бы вещь происходила. Ну может быть, конечно тут сложно сказать, но имея версию того, что косвенно... Похищают в основном до всяких беспризорников, понимаешь? Понимаю. Если бы не было версии того, что похитить могли сами же родители, тогда я бы даже сказал, да, вот просто взяли, похитили, не разбираюсь, кто и откуда эта девочка и все такое. А так, мне кажется, все-таки да, это несостоятельно. Похитили родителя. Саботировало расследование и выдвигало гипотезы, максимально далекие от истины. В 2015 году число активных следователей по делу Мэдлин сократилось с 28 до 4, а к 2017 году британские власти суммарно потратили на расследование больше 19 миллионов долларов. Общественность неоднократно упрекала правительство в столь крупных затратах на дело, шансы закрыть которые уменьшаются с каждым годом. В тот момент действительно казалось, что шансов найти ответа практически нет. Но все ошибались. В 2020 году делом занимались не только следователи из Португалии и Англии. Это странная тема. Вообще, что вот так долго и беспристрастно, можно сказать, с такими большими затратами это дело расследуют. Вот 2007 год. Как давно был? Представь, да? И вот уже 2020. 13 лет прошло. 13 лет все, кому не лень, строят свои теории без фактов, без доказательств, без всего. Это реально вот концы в воду, братан. Просто пилит деньги такое чувство. Брош, как будто да, как будто бы это какая-то символ, кому-то это надо все было. Какая-то вот хуйня за 13 лет. ...из Германии. Именно последние сделали сенсационное теорение спустя 13 лет после исчезновения девочки. Вероятный преступник известен. Сначала его имя не разглашалось, чтобы не навредить следствию. Но летом 2020 года германская полиция раскрыла все карты. Главным подозреваемым является немец Кристиан Брюкнер, ранее судимый из растления малолетних. А вот так. С этим следователи озвучили и самую неутешительную версию. Скорее всего, девочки уже нет в живых. В мае 2007 года за день до исчезновения Мэдлин Брюкнер рассказал одной из своих бывших подруг, что на завтра у него есть работа в Прайе-де-Луж. Он назвал эту работу ужасной, но сказал, что должен ее выполнить. Три года спустя другая его подруга пошутила, что Брюкнер похож на один из фотороботов возможного похитителя маленькой девочки. Даже спросила его, не он ли похитил ребенка. В тот раз мужчина не дал прямого ответа, а лишь пожал плечами. Прокурор Ханс Кристиан Вольт, занимающийся этим расследованием, заявил, что полиция обнаружила еще одну важную... Вот, сейчас скажет. ...подозреваемый обсуждал похищение девочки в разговоре с другим садистом в интернете. По мнению прокурора, Брюкнер похитил девочку, надругался над ней и убил. Более того, он считает, что это далеко не единственное подобное преступление мужчин. В тот момент, когда Брюкнера назвали главным подозреваемым, он отбывал тюремный срок за надругательство над 72-летней американкой... Вот, черт. ...немецкие следователи... Блядь, этот Брюкнер натуре отъявлено ублюдом. Слушай, да, и вот опять так, так случайно, да, все. Сколько вот, да, вот происходит вот подобных нераскрытых дел? Кто там? Родители, банда педофилов, папа Римский, блядь, это вообще, ёпта, внук, праправнук, троюродные племени Гзигмунта Фрейта, немец Дэвид Брюкнер. Какой-то Брюкнер обмозглся со своей какой-то там женой, женщиной, с кем он там, сожительница, о том, что он какое-то будет дело делать, да, вот в этом курортном городке. И вот просто, да, 13 лет. Кто это сказал? Они что, пришли в полицию, рассказали о том, что, вот я как-то слыхал, а Брюкнер 5 лет назад сказал, что вот такая хуйня, почему он как поехал туда, а другая сказала, что он похож на Рафаторобу, блядь, Брюкнер. Не знаешь, как хим? А он уже в тюрьме так сидит, бабку побел. Брюкнера к исчезновению Мэдли. Они перерыли два земельных участка, принадлежавших мужчине, и в обоих случаях их ждали громкие открытия. Под одним из участков нашли некий погреб. Неужто Брюкнер кого-то шлепнул другого, который газеты назвали «тайной комнаты». Правоохранительные органы не раскрыли информацию о том, что им удалось найти, но они позиционируют это открытие как крайне весомую зацепку. На втором участке они обнаружили закопанную коробку с видеопленками, содержимое которых тоже не раскрывается. По всей видимости, там запечатлены жуткие кадры с участием других жертв Брюкнера. Но не Мэдлин. Сам Брюкнер никак не отреагировал на обвинение в похищении девочки. Известно лишь, что сразу после огласки его имени мужчину перевели в одиночную камеру, чтобы защитить его от других заключенных. В конце концов, еще есть шанс, что он признается в содеянном и облегчит страдания родителей, которые ищут ответ уже 14 лет. Даже если этого не произойдет и полиция не найдет никаких весомых улик, подавляющее большинство следователей уверены, именно Брюкнер причастен к этому громкому делу. Появление главного подозреваемого вернуло интерес общественности к исчезновению 14-летней давности. Оно снова может получить достаточное финансирование. Если Мэдлин жива, 12 мая 2021 года ей должно исполниться 18 лет. Родители по-прежнему верят, что их дочь где-то там. Но в последние годы проявляют все меньше активности и уделяют больше времени другим детям. Несмотря на это, мать девочки до сих пор покупает ей подарки на каждый праздник и верит. Однажды она снова увидит свою дочь. Ебать! Ну-ка, мне прям даже интересно, Тох. Вот мне прям даже интересно. Как там? Два года назад было это видео Дэвид Брюкнер. То есть, знаете, что я думаю, Брюкнер, возможно, и действительно был причастен, но так много вот этих вот, да, неоднозначных вопросов самой семьей. Где они были? Почему они за ребенком не уследили? Откуда Брюкнер, кто Брюкнера навел, блядь, понимаешь, что вы делали? Кто Брюкнер навел, откуда Брюкнер знал, что именно сейчас нужно ехать? Ну вот, читаю, 21 февраля 2023 года. Девушка из Польши заявила, что она пропавшая в 2007 году британка Мэдлин Маккан. По ее словам, родители пропавшей в трехлетнем возрасте девочки согласились сделать тест ДНК. И все, конец, неизвестно. Не знаю, доказательства, которые предоставляет Джулия. Джулия утверждает, что не помен большую часть детства, но у нее есть смутные и воспоминания о том, как она была в жарком месте с белыми квартирами. Она также указывает внешние сходства. Так у Джулии Мэдлин Коломба правого глаза часто врожден дефект в оболочке глаза, который обычно проявляется в отсутствии. У меня похожая форма лица, ушей, губ и щель между зубами, отмечает Джулия. А, и, кстати, я вот сейчас тоже читаю небольшую статью, правда, эту историю. И, помнишь, показали нам микроавтобус такой в начале самая была фотография. Это вот как раз таки дом, в котором жил Брюкнер. То есть он жил вот возле этого курорта именно в таком вот маленьком фургончике, я так понял. Блин, ну, Тох, конечно, интересно. А что, 21 февраля уже? Сколько времени-то прошло? Подожди, какого года? Тест ДНК проверка утверждения Польки о том, что она пропавшая в 2007 году британка Мэдлин Макан. Ну, скорее всего, в таком случае действительно, наверное, все-таки это был Кристиан Брюкнер, который вот так вот похитил, да, девушку, вот пока эти просто развлекались. Ну, Тош, что сказать? Да ужас, я говорю, я сказал в самом начале вам, что ушки должны быть на макушке, независимо от того, отдыхаете вы, или вы идете на работу, или вы идете куда-то со своими друзьями, по каким-то своим делам. Нужно быть всегда на чеку. Друзья, находитесь постоянно в состоянии стресса и нервов. Стресс постоянный должен быть. Я понимаю то, что как бы вы скажете, это от него проблемы, там здоровье. Ребята, легкое, начальное, вот это вот маленькое, вот эта вот шкала стресса, она не должна быть на нуле, она должна быть немного, чтобы вам было чуть-чуть некомфортно по жизни. И тогда вы не будете попадать во всякие ебаные передряги, потому что легкомысленно относиться к своей жизни нельзя. Вот ты идешь, смотришь, зашел какой-то мужик здоровый, непонятно даже, ты увидел, может быть, что у него там... В лифт зашел, да, и ты такой, блядь, да мне так нравится. Такой, о, а вам какой, давайте я вам нажму. Он такой, а тебе какой? Ты нажимаешь, мне пятый, и он такой, о, о, как, и мне на пятый, а ты в какую квартиру? Может быть, с тобой соседи? Понимаешь? И ты еще такой, да, мой сосед мой. Все, пизда тебе. Оттаскают тебя, блядь, в этом подъезде и сам нахуй себя не узнаешь. Так что, ребята, будьте бдительны, осторожны, и даже на отдыхе... Следите за каждым человеком, которого вы встретите. На этом все, Козь Макридин, Антошка Власов, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ребята, увидимся с вами на следующей неделе. Всем спасибо, всем пока. Пока, дорогие друзья, бриките себе.